Активисты «Молодежного крыла» и другие представители политического блока «Победа» организовали на этой неделе мирные акции протеста по всей стране, в ходе которых выразили возмущение в связи с давлением, которое, как они считают, власти оказывают на митрополию Молдовы. Манифестации были направлены в защиту традиционных ценностей православной церкви, а также против попыток ее раскола. Держа в руках плакаты с надписями «Одна церковь – одна нация» «За мир в каждой церкви» и «Санду, не трогай нашу церковь» протестующие призывали уважать единство и автономию православной церкви. Один из таких митингов прошел в Кишиневе перед митрополией Молдовы. Мы пришли сюда, чтобы выразить свою поддержку, единству, православной веры в Республике Молдова и несогласия с попытками властей Республики Молдова поддержать некоторые образования, неканонические с точки зрения канонического права. Соответственно, сегодня мы поддерживаем духовную, культурную самобытность нашего народа. Активист политического блока «Победа» Юрий Витнянский подчеркнул, что действия властей, направленные на раскол в православной церкви, должны быть незамедлительно прекращены. По его словам, они могут привести к хаосу. Витнянский подчеркнул, что вера является фундаментальной ценностью, на которую не должны влиять политические факторы. Мы поддерживаем единство церкви, и в то же самое время жестко осуждаем те действия, которые сегодня предпринимает нынешняя власть, используя при этом административный ресурс тех или иных государственных органов, в том числе и таможенную службу. Они используют провокаторов для того, чтобы давить или осуждать тем или иным образом священнослужителей. Это недопустимо. Сегодня власть вмешалась, и Майя Санду вмешалась в церковь. Политика с церковью должна быть разделимой, и церковь трогать нельзя. Это можно уничтожить юстицию, то, что сегодня сделала власть. Можно дискредитировать центральную избирательную комиссию, то, что они сегодня сделали. Но все это легко восстанавливается после смены власти. Но если мы допустим раскол церкви, то вот это восстановить уже будет невозможно. Участники манифестации также обратили внимание, что в последнее время усилилось давление властей на православную церковь. И поэтому все православные христиане должны объединиться в борьбе за ценности здорового общества. Майя Санду посигнула уже на самое святое, посигнула на нашу веру, которая для нас является жизнеобразующим фактором, которая помогает нам и в трудные минуты, и помогает нам и радости встречать. Мы идем в церковь, когда у нас рождаются дети, и мы идем в церковь, когда решаем завести семью. И это для нас очень важно, для всех граждан Молдовы. И мы не позволим, чтобы Майя Санду просто растоптала это своими какими-то политическими амбициями и стремлениями угодить своим западным кураторам. Сегодня власть, используя рычаги воздействия силовых структур и законодательства, пытается внедрить нам иные ценности, которые мы все с вами увидели на открытии Олимпиады во Франции. Нам пытаются внедрить ценности ЛГБД, наши детей пытаются научить тому, что неприемлемо в нашем светском обществе. Нас с детства учат культуре, нас с детства учат обращение к Всевышнему в сложные времена, нас с детства учат благодарить Всевышнего, когда у нас все хорошо. Акции протеста в поддержку православной церкви прошли и в других городах страны. В Бельцах активисты организовали мирный митинг с осуждением репрессий против молдавской митрополии. Участники развешивали плакаты, на которых было написано «Санду, не трогай нашу веру» и «Режим заставляет нас проходить радужными маршами вместо утренней мессы и молитв о мире». В администрации президента пока не прокомментировали эти протестные акции. Напомним, 28 августа депутат от ПДС Василий Шаймару заявил в телепередаче, что молдавская митрополия может быть запрещена в республике Молдова, добавив, что вопрос с митрополиями, подчиненными России, может быть решен этой осенью. Позже пресс-секретарь ПДС Адриана Влас уточнила, что эти заявления отражают личное мнение депутата Шаймару. Слова депутата от ПДС вызвали волну возмущения среди граждан, которые считают, что такая мера нарушит конституционный принцип свободы мнений и вероисповедания. Кроме того, многие священнослужители заявили, что стали подвергаться особому прессингу, их часами держат на контроле при пересечении границы, за ними ведут слежку и прослушку и даже угрожают. Синод Православной Церкви Молдовы потребовал от власти прекратить нападки на церковь и предупредил, что если преследование продолжится, церковь готова организовать акции протеста.